Здравствуйте, мои дорогие зрители и мои подписчики. Меня зовут Максим Шевченко, вы меня очень хорошо знаете. А если вы смотрите это видео, значит, вас заинтересовал анонс материала, размещенного на моем канале на платформе Boosty. Напомню, что на основном YouTube-канале бесплатно вы всегда сможете посмотреть трансляции и разные другие материалы на актуальную политическую тему. Но материалы, посвященные разного рода научным вопросам, историческим, философским, политологическим, я сознательно вынес на платформу Boosty. Во-первых, это позволяет мне поддерживать работу канала. Во-вторых, это позволяет жить и получать гонорары тем замечательным людям, ученым, которые тратят свое время и свои ресурсы на то, чтобы рассказать нам о сложных и важных вопросах. И я считаю, что это справедливо. Поэтому, пожалуйста, посмотрите этот анонс. Если он вас заинтересует, то вы можете дальше пройти по ссылке на Boosty и подписаться либо целиком на всю ленту, и таким образом вы посмотрите и те материалы, которые были ранее, или посмотреть, оплатив конкретный материал. Кроме этого, там есть три уровня подписки. На одном из уровней подписки мы обязательно в ближайшее время организуем интерактивный семинар с одним из наших авторов. Или это будет Александр Кузнецов, или Артем Киропиченок, или это буду я, или это может быть кто-то, кого вы захотите видеть и попросите пригласить. Как это будет сделано, будет разъяснено для тех, кто подпишется. Итак, подписывайтесь на канал Максима Шевченко на сервисе Boosty, поддерживайте нашу работу и наслаждайтесь интеллектуальным познанием мира. То есть вот так вот они мимикрировали, и до 17 века где-то считали, что стерты следы исмаэлитов в Иране. Но была другая ветвь, Бохра, о которой я вот вам говорил. Бохра они в Йемене обосновались. И в Йемене до, наверное, до начала 16 века, до османского нашествия, была процветающая очень большая община исмаэлитов. С 11 до 16 века. Там жили йеменские философы, исмаэлиты, которые в философию исмаэлизма огромный вклад, если писали книги. Там и Дарис Мухаммад и так далее. Но затем большая часть вот этих Бохра, значительно, по крайней мере, они переселились в Индию на, ну, на, скажем так, западное побережье Индии. Карамандельский берег, Диу, там вот эти города. Кстати, очень успешно там торговлей они занялись. И там есть до сих пор, там, по-моему, полмиллиона, ну, в Индии огромные, если там больше миллиарда, полмиллиона исмаэлитов проживают в Индии. Ну, правда, для миллиардной страны это капля в море, но вообще это серьезно. А что касается иранских исмаэлитов, то в 17 веке, в 18 веке, они внезапно воскресают. Особенно в 18, потому что в 16-17 в Иране была у власти династия сифивидов. Это ярые приверженцы 12-речного шиизма. И они не терпели никаких конкурентов среди мусульман, ни суннитов, ни исмаэлитов. И объявить себя исмаэлитом правления сифивидов, ну, это с угрозой для жизни было бы, да, как бы сопряжено. Я так понимаю, что у исмаэлитов уже было примерно тысячелетие, ну, чуть поменьше, лет 600-700 тайной жизни. Да. У них есть такое, у исмаэлитов, как, кстати, у 12-речных шиитов, но у исмаэлитов это ярче, более выпало выражено. Принцип такие, сокрытие. Ты можешь выдавать себя за суннита, можешь выдавать себя за шиита 12-речника. Для того, чтобы не подвернуться репрессиям. А в 18 веке династия сифивидов, кстати, которая внесла в культуру Ирана, в цивилизацию, огромный вклад, она пала. И началась в Иране гражданская война всех против всех. И тогда исмаэлиты снова объявились открыто. И в 19 веке их немало было в провинциях Яст и Керман иранских. Настолько немало и настолько большое влияние, что новая династия каджаров, кстати, тюркского, азербайджанского происхождения, она их признала и губернатором Кермана долгое время. Ну, это пост губернатора Кермана, наследственный, был за исмаэлитами, вот именно предками Агахана. Речь идет про 19 век, да? Поветна Хасана Ивансабаха, потомков и предков Агахана. Но в 1870-х годах, по каким-то причинам, я эти причины очень плохо знаю, они не поладили с иранским прелизом, снялись из Ирана большинство исмаэлитов и переехали в Индию, опять же, в Британскую Индию. И, ну, Пакистан это тоже был тогда частью Британской, то есть современная территория, скажем так, Индии и Пакистана. И вот там появляется Агахан, это в начале 20-х, это потомок вот Хасана Ивансабаха, потомок этих естских губернаторов. Значит, но это человек, который, так сказать, установил прекрасные отношения вначале с колониальными властями Британской Индии, а потом и с британской элитой. И, по-моему, у него была супруга англичанка, а его сын уже наполовину англичанин. И английский лорд поселился в Швейцарии и возглавлял долгое время Лигу наций в конце 30-х, в конце 30-х годах. Это предсеча ООН, организация объединенная. Это отец современного Агахана. Это отец современного Агахана. Сейчас Агахан четвертый. Да. Его уже жена была немецко-итальянского происхождения, то есть в крови современного Агахана, собственно, иранской крови, очень мало. Ну, с точки зрения ислама, это вообще не имеет такого большого значения. Да, да. Национализм. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok